Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, мы бы рекомендовали это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто. В том числе и обзоры на машины в формате тест-драйвов и в формате тех обзоров, где мы детально разбираем особенности и подводные камни тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. До эпохи массового распространения кроссоверов самым практичным кузовом для легкового автомобиля по праву мог считаться кузов-универсал. А среди таких моделей с кузовом-универсал присутствуют и абсолютно культовые вещи. Такие, например, как Toyota Corolla Fielder, если говорить про регион Дальнего Востока и Сибири. Такие автомобили импортировались в свое время огромными тиражами, причем представлены они в огромном количестве на вторичном рынке и практически во всех своих поколениях. Машины эти до сих пор любят и ценят, а те люди, которые сохранили подобные универсалы в хорошем достойном состоянии, продолжают эксплуатировать их без каких-либо проблем, причем уже в достаточно почтенном возрасте. Эти машины отличались прочной ходовой частью, простой по конструкции, доступностью запасных частей, а также широким выбором контрактных агрегатов по вменяемым ценам. В большинстве случаев владельцы подобных автомобилей еще 3-4-6 лет назад предпочитали не капиталить моторы, а просто поменять его на контракт. Особо заслуженные экземпляры таких автомобилей, я более чем уверен, пробежали и под миллион километров, да, поменяв по дороге, пару-тройку сердец. В настоящий момент на рынке поддержанных автомобилей сложилась интересная ситуация из Японии и до сих пор продолжают возиться филдеры двух поколений, как актуального третьего, так и уже более возрастного второго. При этом за те деньги, которые просят за хороший с небольшим пробегом филдер второй генерации, вполне можно посматривать и в сторону третьего поколения. В нашем сегодняшнем обзоре мы решили взять два автомобиля, сравнить их и посмотреть, в чем же все-таки новый филдер лучше старого, или вообще наоборот. Toyota Corolla Filder E160 и E140. А участвовать в нашем сегодняшнем обзоре будет 140 филдер 2009 года выпуска с пробегом по России, полноприводный, с вариаторной коробкой передач и полторашечным мотором на 105 лошадиных сил. И 160-й кузов 2015 года выпуска, также полторашка, но уже на 103 лошадиные силы, с вариаторной коробкой передач и тоже полным приводом. 140-й кузов Corolla Filder появился в 2008 году. На конвейере эта модель сменила культовую 120-ку. Этот автомобиль выпускался до 2015 года, попутно пережив обновление в 2012-м, связанное с тем, что здесь поправили внешность и дополнили линейку агрегатов. Изначально эти машины можно было купить с двумя вариантами бензиновых моторов, что касается объема. Это полуторалитровый двигатель на 110 лошадей для переднего привода и на 105 лошадиных сил для выдовых автомобилей, а также мотор объемом 1,8, которых на этой генерации филдера стояло две разновидности. Здесь был классический 2ZR FE и его модернизированная версия с 2010 года, 2ZR FE уже с системой Valvematic. Мощность тоже была разная, 125 либо 136 лошадиных сил для FE-шного мотора и вариант с Valvematic выдавал 133 либо 144 лошадиные силы. Была у 140-го филдера и крайне редкая версия, где под капотом стояла надувная полторашка с турбиной. Этот мотор выдавал 150 лошадиных сил, а комплектовались такие филдеры сугубо механической коробкой. Что касается типа привода, они могли быть как передней, так и полноприводными. Ну а в плане коробок передач, механика либо вариатор автоматических коробок на этом поколении уже не стало. Третье поколение филдера с кузовом E160 появилось в 2012 году и продолжает выпускаться по сей день. Машина прошла через два рестайлинга. Первое обновление внешности случилось в 2015. Это как раз наш случай. Повторно внешность поправили косметически в 2017 году. Из гаммы двигателей этого автомобиля исчезли турбомоторы, но здесь остались все те же объемы и практически те же типы двигателей. Полуторалитровый NZ теперь выдавал 109 либо 103 лошадиные силы для полноприводных вариантов. Мотор 1.8, который здесь уже безальтернативно оснащался системой Valvematic, выдавал 140 лошадиных сил. А из интересного, на этом автомобиле впервые появилась гибридная версия на базе полуторалитрового 1NZ FXE на 74 лошадиные силы плюс 45 киловатт электромотора. В плане коробок передач изменений не было. Здесь также были вариатор, механическая коробка, ну и на гибридах, соответственно, планетарный редуктор. По типу привода эти машины были также передние либо полноприводными. Что касается габаритных размеров, более возрастной 140 кузов имел длину 4 метра 49 сантиметров, ширину 1 метр 69, а высоту 1 метр 49. Колесная база автомобиля 2,60. Что касается 160 кузова, длина здесь стала меньше 4 метра 36 сантиметров, ширина осталась та же 1 метр 69, ну а высота прибавила ровно 1 сантиметр, полтора ровно. Колесная база не изменилась в 2,60, так что в плане габаритных размеров обновленный филдер чуть покоротче. Что касается снаряженной массы, машины практически паритетны. 1220 килограмм весил 140 кузов и 1200 ровно весит 160 к. Кстати говоря, габаритные размеры и масса могут чуть отличаться. Для версии с передним и полным приводом, но мы говорим про VW, поскольку обе машины в нашем случае имеют привод на все 4 колеса. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у автомобилей двух разных генераций. Если говорить про 160 филдер, 15-го года выпуска это все же более современная машина. И это видно в том числе на экране толщиномера. Толщина родной краски для этого автомобиля лежит в диапазоне от где-то 80 до 120 микрон максимум. Что касается толщины лакокрасочного покрытия на более возрастном автомобиле, то на самом деле здесь цифры похожие, но все же немножко микрон на 10-15 потолще, если говорить про средние значения. С учетом непонятного количества полировок, которые мог пережить этот автомобиль в своей жизни, будем считать, что нормы лакокрасочного покрытия для них лежат в диапазоне где-то от 85 до 130-135 микрон. Что касается силовых установок, мы уже проговорили во вступлении, что двигатели на второй и третьей генерации филдеров, исключая гибрид, который был здесь и которого не было здесь, идентичны. В нашем случае это одинаковые полторашки с чуть-чуть разной прошивкой ввиду экологического класса 1NZ-FE и 1NZ-FE. Если вам интересны конкретные детали, можете ознакомиться с ними в обзоре на 160-й кузов, который есть у нас на канале. Ссылочка будет на экране. Ну а теперь перейдем к самой важной части сравнения багажников двух универсалов. Ну и обзор багажного отделения, вооружившись рулеткой, начнем с более возрастного филдера 140-го. Чисто визуально проемы выглядят одинаково. Ну а теперь к цифрам. Ширина проема багажника на 140-м филдере по его средней части это 106 сантиметров. Высота проема багажного отделения от фальшпола до крыши это 75 сантиметров. Ширина багажника по задней части 150, а ширина багажного отделения по полу между колесными арками порядка 107 сантиметров. Длина багажного отделения по полу до спинок передних сидений в поднятом положении 87. Для перевозки габаритного груза заднее сидение филдере, конечно, складывается. Причем складывается из багажного отделения. В этом случае полезная длина багажника у вас увеличится до отметки 1 метр 63 сантиметра, если говорить про 140-й кузов. При этом перевозке длинномеров в данном случае будет слегка мешать подушка заднего сидения, которая в сложенном состоянии оказывается в вертикальном положении за спинками передних. Ну а теперь давайте посмотрим на более современный вариант. Ширина багажного проема в данном случае у нас те же самые 106 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши чуть-чуть меньше 73. Длина багажника по полу от спинок задних сидений 95 сантиметров. Ширина по его задней части 144. Расстояние между колесными арками 96. Для перевозки длинномеров заднее сидение 160 филдера также складывается из багажника, как и в его предшественнике. В этом случае длина до спинки передних сидений у вас составит порядка 178 сантиметров. Но есть одно различие более удобное в 160 для перевозки длинномеров. В данном случае складывание сидений реализовано по-другому. И вы можете заталкивать сюда длинный груз прямо до передней панели между сидениями. В этом случае длина у вас составит 2,5 метра. Что касается дополнительных удобств одного и второго багажника, здесь изменения минимальны. Даже фальшпол в данном случае, что в одном, что в другом филдере реализован абсолютно одинаково. Единственное различие в расположении плафона освещения вертикальный здесь и горизонтальный в более новом варианте. А также в том, что у 140 филдера инструмент крепится на саму панель фальшпола, а у 160 размещается под ней. Соответственно, эти автомобили практически всегда комплектовались с докаткой. На 160 филдерах встречаются варианты, где докатка не используется, а вместо нее лежит ремнобор в специальной отформованной пенопластовой нише. Общий вывод по багажному отделению одного и второго автомобиля будет следующий. Различия в плане габаритных размеров здесь практически нивелированы. Разница считанная сантиметра, но для перевозки длинномеров вариант складывания сидений в 160 филдере более предпочтительный. Что касается салона 140 филдера, попадая сюда, отмечаешь, что эта машина все-таки относится к периоду поздних 2000-х годов. При этом, кстати сказать, передняя панель здесь достаточно низкая, она длинная, лобовое стекло от вас далеко, и благодаря этому здесь есть ощущение простора. Во всяком случае, в этом автомобиле, даже при моем росте 1,86 м, мне удалось быстро подобрать удобную посадку за рулем. Кстати, здесь регулируется рулевая колонка как по вылету, так и по наклону, и диапазон этой регулировки довольно широкий. Плюс, кстати, регулировка по наклону подпружинена, как это было на старых Тойотах, что удобно. Сняли стопор, подкинули руль вверх, и спокойно, удобно выходите из автомобиля. Регулировка водительского сидения по длине, не сказать, что безгранично огромная, но в принципе мне ее достаточно. Если здесь будет сидеть человек ростом больше 1,90 м, возможно, да, будут определенные нюансы. Причем регулировка сидения по высоте здесь особо не помощник, не сказать, что оно опускается особо низко. Ощущение сидения на полу в 140-м кузове вы не добьетесь. Под левой рукой у вас есть подлокотник, который удобно регулируется по длине. Под правой рукой отделанный тканью наподобие велюра, также подлокотник, которым, правда, воспользоваться получится, если вы будете сидеть несколько ближе к рулевому колесу, чем я сейчас. Возможно, из моей нормальной регулировки это будет сделать удобнее. Да, так и есть. В дизайне интерьера второго поколения филдера все же превалируют скругленные очертания. На органах управления не будем останавливаться надолго. Здесь у нас автоматический климат, кнопочки тактильно различимы, все они отдельные, очень удобные в использовании. Четыре автоматических стеклоподъемника и стандартный тойотовский пультик управления зеркалами. Вот, пожалуй, и все, что здесь есть. Комбинация приборов у 140-го кузова абсолютно эталонно читаема. Здесь большие циферблаты, крупные шрифты, все четыре прибора и нераздражающая оранжевая подсветка. Причем спидометр и тахометр в этой комбинации равноправные. Лично мне такой подход импонирует больше. Что касается материалов отделки, несмотря на бюджетность автомобиля и использование кое-где здесь жестких пластмасс, верх панели, в данном случае, как и верх дверных карт, мягкий. И то же самое касается рулевого колеса. В нашем случае оно просто пластиковое. То есть здесь нет никакой дополнительной отделки, но при этом руль также мягкий на ощупь. Он хорошо сидит в руках и при этом совершенно не скользкий. В плане обзорности здесь вопросов нет. Линия остекления довольно низкая. Боковые зеркала очень крупные и информативные. С обзорностью вперед все в порядке. За исключением одного момента. В данном автомобиле капот у вас невидимка. Практически при любом положении сидения видеть передний край вы не будете. Так что к габаритам машины спереди придется привыкнуть. Ну а парковаться задним ходом поможет кузов универсал, который заканчивается сразу за задним стеклом. И камера заднего вида, которую сюда поставил предыдущий собственник. Чуть не забыли сказать про места для хранения в этом филдере. К вашим услугам два подстаканника в центральном тоннеле, закрывающегося крышкой. И два бардачка, чей суммарный объем в принципе весьма неплох. Ну а также сбоку в дверных картах присутствуют маленькие кармашки с углублением под бутылочку. Теперь давайте посмотрим как обстоят дела сзади. Что касается заднего дивана 140 кузова, то он очень мягкий. Попадая сюда ощущаешь себя уютно. Мягкие здесь и спинки сидения. Даже несмотря на то, что при данной регулировке я упираюсь в него коленями, это не доставляет никакого дискомфорта. Сидения очень податливые на ощупь. Спинка заднего сидения, кстати, в данном случае имеет регулировку по наклону. Причем максимально отклоненное назад положение это достаточно хороший угол. Практически спальный. К услугам задних пассажиров здесь также удобный подлокотник с двумя подстаканниками. Плафон освещения на потолке, стеклоподъемники и подлокотники на дверных картах. Вот, собственно говоря, и все. Кстати, на этой машине центральному пассажиру может слегка мешать разместиться высокий центральный тоннель. Что касается салона более нового 160 филдера. Попадая сюда, успеваешь отметить на контрасте со 140 будкой легкое уменьшение свободного пространства вокруг. В основном этот эффект достигается за счет того, что лобовое стекло здесь находится ближе к водителю. В плане расстояния по длине. Стойки здесь более вертикальные. Сама панель имеет меньшую длину, а лобовое стекло, как ни странно, по ощущениям, как будто менее наклонено. Что касается удобства посадки. Регулировка руля здесь также есть в двух плоскостях. Но по сравнению со старой машиной исчезла удобная подпружиненность. И сам диапазон регулировки, возможно, и не отличается от 140-го. Хотя, чисто субъективно, он здесь гораздо меньше. Но само взаимное расположение сидения и рулевой колонки диктует определенные проблемы. Мне с ростом 186 см здесь еще удалось устроиться удобно. Но далеко не всем так повезет. Кстати, касаемо регулировки сидения. У этого автомобиля чисто субъективно регулировки по длине не больше, чем было на 140-м филдере. А вот регулировка по высоте как будто позволяет опуститься пониже. Так что в этом автомобиле, сидя на максимально опущенном вниз и отодвинутом кресле, я вытягиваю левую ногу в колени. В этом салоне у нас также есть подлокотник под левую руку и упор под локоть справа. Комбинация приборов осталась все такой же крупной и хорошо читаемой. Нет вопросов по подсветке и по шрифтам. Но в этом кузове у нас исчез с панели стрелочный указатель температуры. Теперь о температуре двигателя вам сообщает сугубо сигнальная лампа синего либо красного цвета. А также вместо равноправных спидометра и тахометра у нас теперь доминирующий огромный спидометр посредине. Что касается материалов салона. По сравнению со 140-м кузовом здесь регресс. Это касается использования жесткой пластмассы уже абсолютно везде, куда можно дотянуться. В том числе и на рулевом колесе. Если рулю 140-го податливый и мягкий, то здесь он просто пластиковый, без каких-либо дополнительных характеристик. Правда профиль у него все же удобный. Плюс на верхних комплектациях он может иметь кожаную отделку. Панель климат-контроля изменилась визуально, но это все тот же однозонный климат с дисплеем. И пользоваться им все так же удобно, даже несколько более. Поскольку здесь регулировка оборотов вентилятора и температуры осуществляется поворотными рукоятками. В плане бардачков и подстаканников мало что изменилось. Здесь по-прежнему два бардачка на панели. Два подстаканника, правда, теперь они располагаются внизу перед селектором коробки передач. И чисто субъективно прежний вариант был удобнее. И в дверных картах внизу все такие же маленькие карманы. Причем практически идентичные по размеру. У этого автомобиля все такой же невидимый капот и более узкое субъективно лобовое стекло. Хотя боковая линия остекления выше не стала. А вот боковые зеркала стали меньше по площади. Хотя на удобстве использования это особо не сказалось. Ну а теперь давайте переместимся назад и посмотрим, как обстоят дела там. Напоминаю, мой рост метр восемьдесят шесть. И я сижу в данный момент сам за собой. В отличие от предыдущего кузова, мои колени здесь не то что не упираются. Они не касаются спинки переднего кресла. При этом само сидение здесь все еще мягкое. Хотя и не настолько, как на сто сороковом. У задних пассажиров есть подлокотник. Правда теперь он стал тонкий и никаких подстаканников здесь уже нет. Кстати их здесь в принципе нет. Только в дверных картах внизу. Насколько удобно будет ими пользоваться на практике вопрос дискуссионный. Заднее сидение также регулируется по наклону. Правда теперь несколько иначе. Если на старом филдере нужно было потянуть за хлястик. Внизу сидение здесь все-таки пластмассовая рукоятка. Угол наклона достаточно серьезный. Хоть и не настолько. Но в дальней дороге вздремнуть здесь у вас все же получится. Ну а перед тем как сравнить оба автомобиля снизу на подъемнике. Давайте поговорим про дорожный просвет. У сто сорокового филдера в полноприводной разновидности клиренс по заводу сто пятьдесят пять миллиметров. Давайте вооружимся рулеткой и проверим как обстоят дела на этом экземпляре. Низшая точка автомобиля в данном случае будет находиться примерно под защитой моторного отсека. И до нее от поверхности асфальта у этого автомобиля девятнадцать сантиметров. Это показатели клиренса хорошего кроссовера по современным меркам. До переднего бампера двадцать. Чуть ниже висит пластиковый брызговичок. До порога за передним колесом восемнадцать сантиметров. Брызговик свисает на уровень пятнадцать. До отбортовки поддомкратника в задней части порога порядка двадцати двух сантиметров. Ну и задний брызговик в нашем случае находится на расстоянии двадцать три сантиметра от поверхности земли. Вполне возможно на этом автомобиле прошлый собственник поставил проставки для увеличения клиренса. А это означает лишь то, что в случае необходимости вы можете лифтануть свой сто сороковой филдер до этих значений. И ездить на выдовом легковом универсале, так же как вы делали бы это на кроссовере. Что касается ходовой части сто сорокового филдера. Эта машина не про рулежку. Эта машина прежде всего про энергоемкость и про комфорт подвески. Ходовка здесь мягкая. По конструктиву передняя подвеска в данном случае выполнена по типу Макферсон. И передние рычаги имеют отдельно крепящиеся болтовым соединением шаровые опоры. То есть в данном случае заменить шаровую можно даже не демонтируя сам рычаг. Кроме того на этом автомобиле можно сказать хороший доступ к креплению стабилизатора поперечной устойчивости. То есть для замены втулок возможно придется немножко изловчиться. Но подрамник снимать в целом будет не нужно. Рулевая рейка у второго поколения уже электрическая. Соответственно проблем со шлангами ГУР здесь не будет никаких. Задняя подвеска у переднего привода в данном случае была бы гораздо проще. Там стояла бы обычная балка с двумя сайлентблоками. Но здесь полный привод соответственно у нас другая подвеска. Она в данном случае представляет собой условно многорычажку. Здесь есть один большой рычаг с тремя сайлентблоками и плюсом верхний саблевидный. Если с доступом к переднему стабилизатору вопросов нет. То с доступом к креплению стабилизатора для замены втулок. Если говорить про заднюю подвеску будут некоторые заморочки. С дорожным просветом у 160-ки дела обстоят следующим образом. Эта машина пришла к нам из Японии. По России она не бегала и в наличии проставок ее заподозрить сложно. Низшая точка в данном случае будет не в районе подрамника, а в районе под бампером. Здесь у нас есть элемент пластиковой защиты, сильно выступающий вниз. И до него от поверхности асфальта у нас практически 19 сантиметров. До края переднего бампера порядка 23, чуть ниже висит брызговичок. За передним колесом до пластиковой защиты на отбортовке порога 19 с половиной. До порога в задней части 22 сантиметра, а до края пластикового брызговичка 17. В данном случае у автомобиля нет задних брызговиков, а до бампера от асфальта 28 сантиметров. Так что в плане дорожного просвета этот филдер тоже не подкачал. С учетом наличия полного привода, как минимум по заснеженным дворам и на дачу, на этой машине вы можете проехать абсолютно спокойно. Что касается подвески 160-ки. В плане баланса мягкость-управляемость здесь не произошло кардинальных изменений. Подвеска по-прежнему более заточена под комфорт. Конструктив здесь тот же, Макферсон спереди, но в данном случае передние рычаги уже имеют запрессованные шаровые, а не на болтовом соединении. Так что по задумке производителя в данном случае мы должны менять их только в сборе. Ну а при замене на дубликат будет просто чуть больше возни со снятием рычага в том числе. При этом доступ к креплению переднего стабилизатора, расположенного на подрамнике, здесь по-прежнему очень даже неплохой. И для замены тех же самых втулок демонтировать подрамник также не придется. А вот по части задней подвески, несмотря на то, что этот автомобиль полноприводный, все-таки есть изменения. Если на предыдущем кузове мы видели условно многорычажную конструкцию с двойными рычагами на каждой стороне, в данном конкретном варианте у нас все же зависимая подвеска, а именно балка. Так что по устройству задней подвески 160-й филдер проще предшественника. Есть изменения и по системе полного привода. Если у предыдущего кузова для подключения задней оси в работу использовалась вискомуфта, то в данном случае это уже электромагнитная муфта с электронным управлением. Хотя разницы в плане надежности между этими узлами нет. Такой же общий вывод по итогам сравнения этих двух поколений филдеров. 160-й кузов имеет свои преимущества. В нем лучше организовано пространство для перевозки груза и больше места для пассажиров. Но при этом он значительно уступает в плане материалов. Второе поколение в мелочах, но чуть более ремонтопригодное, чем обновленное третье. Это касается передней подвески. Ну а по конструктиву задней, по крайней мере полноприводная версия новой машины, будет попроще в обслуживании и содержании. Чисто субъективно, если бы мне пришлось выбирать между 140 и 160 кузовом, даже несмотря на обилие современных опций и систем в этом автомобиле, я бы все же предпочел хороший с небольшим пробегом 140-й. Как поступите вы, решать вам. Если наш сегодняшний обзор понравился, был полезен, подписывайтесь, ставьте лайки и указывайте в комментариях, какие обзоры и на какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем канале в будущем. Ну а если у вас есть 140-й или 160-й филдер, на котором вы ездите уже очень долго, и вам есть чем нас дополнить, в чем нас поправить, а может быть у вас был и тот, и тот кузов, пишите в комментариях свое мнение людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля или стоят перед выбором, какой же из них предпочесть. Именно ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Спасибо, что смотрели и до новых встреч на канале. Пока!